Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ильяс, мы с вами изучаем английский язык. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что 80% приблизительно говорящих на английском, это не нейтивы? И тот английский язык, который мы с вами изучаем на классических образцах, на хорошем произношении, не будет нам помогать тогда, когда мы будем попадать в реальную среду? Я что-то подумал об этом и решил, что нам бы неплохо было сделать ролик, где будет не очень хорошее произношение от человека, который хорошо владеет языком, но тем не менее особо не парится по поводу соответствия его нормам именно в плане произношения. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим очень интересный тур по недвижимости в Нью-Йорке от Йенса Елмазера. Поехали, друзья! Ну вот он встал. Ну вот он вступительный фрагмент ролика, друзья, как вам? Если вы вообще без проблем все понимаете, то я могу вас поздравить, вы хорошо понимаете язык на слух, и нигде для вас не будет проблем. Но если вы поняли не все, то давайте вместе со мной разбираться. Я знаю, что большинству из вас намного было бы удобнее разбирать этот ролик именно и подобные ему с субтитрами, которые предлагает любезно YouTube, кстати говоря, вполне себе неплохие. Возможно, даже специально сам Йелмазер написал их для этого ролика, потому что ютуберы такого масштаба, там полтора миллиона подписчиков, обычно пекутся об аудитории за пределами своей языковой зоны досягаемости. Вот. Но мы не будем этого делать, потому что нам с вами намного профитнее будет попробовать разобраться с этим всем на слух. Честно говоря, при подготовке к этому ролику я сам себе ставил челлендж. Я просто слушал его без каких бы то ни было намеков на субтитры. Да, какие-то моменты приходилось на два раза переслушивать, особенно когда он использует редкое слово, которого, например, я даже и не знал, допустим. Но это дает свои плоды так или иначе, поэтому давайте-ка будем трудиться. Поехали! И здесь вот он делает небольшую конструкцию, смотрите. Здесь все понятно. What's up, everybody? It's Enes here. Welcome to another episode, он говорит. What's up, everybody? Типа, как дела? То же самое, что и здорово. То есть одновременно это и приветствие, и тут же осведомление, как дела, в смысле, что на это отвечать не надо. What's up? Как бы how you doing? То же самое. Фразы, которые вроде бы как делаются, как вопрос, но при этом на них не нужно отвечать. What's up, да? Как дела? What's up, everybody? Как дела? Вот, everybody. Все вообще. Типа, здорово, народ, как бы. Понимаете? На английском языке это, наверное, примерно так будет. What's up, everybody? It's Enes here. Это Enes здесь вот, here. Здесь с вами, да? Мы бы по-русски бы сказали бы с вами вот, Enes. И далее он говорит welcome to another episode. Добро пожаловать на очередной, another, на другой, да, на еще один episode. Еще один выпуск. Ever since we started this channel, we've been flooded with comments, requesting us to tour some properties in New York City. Вот это сложно. Смотрите еще раз. Ever since we started this channel. Ever since we started this channel. Это устойчивая конструкция, и ее можно понять, если вы к ней привыкли. Вот потому что прямо на слух ее тяжело у него воспринимать. Ever since. Ever. То есть когда-либо, since, с того момента. То есть все время с того момента как. Ever since. Вот с самого начала. We started this channel. Мы начали этот канал. То есть с самого начала, как только мы завели этот канал. Ever since we started this channel. We've been flooded with comments. We've been flooded with comments. We've been flooded. Здесь вот очень интересное слово flooded, потому что the flood это наводнение. We've been flooded. Мы были буквально наводнены, затапливаемы. We've been flooded with comments. Чем затапливаемы? Комментариями. Комментами. We've been flooded with comments. Нас заваливали буквально комментами. It's requesting us to tour some properties in New York City. Requesting us. Запрашивающих нас, то есть просящих нас. Requesting us to tour some properties. To tour. Как бы сделать тур. To tour. Some properties. По каким-либо. Some. По некоторым properties. Собственностям. In New York City. Слово property для real estate сферы. То есть для сферы недвижимости. То, что представляет канал Юмайзера. То, что представляет канал Серханта. Это устойчивая нормальная конструкция. Которая означает, вот собственно говоря, какой-то объект недвижимости. Property. Собственность. Requesting us to tour some properties in New York City. Запрашивающих нас сделать туры по каким-то собственностям. По каким-то объектам в New York City. Ever since we started this channel, we've been flooded with comments. Requesting us to tour some properties in New York City. Кстати говоря, повторяйте вместе со мной эти фразы. Это очень полезно. На самом деле нарабатывает вам связи мышечные. Буквально на уровне речевого аппарата. На то, чтобы потом легче пользоваться языком. What's up everybody? It's Enes here. Welcome to another episode. Ever since we started this channel, we've been flooded with comments. Requesting us to tour some properties in New York City. So, here we are. So, here we are. Поэтому, so, here we are. Вот мы и здесь, да. Here we are. Здесь мы и есть, да. Here we are. Очень хорошая тоже конструкция. Here you are. Here we are. Here we go. То есть, для вот того, чтобы построить мостик к следующему участку рассказа. Прям очень здорово. This week's video is going to be a little bit different. We'll be touring two properties in two different neighborhoods. And we're going to talk about what makes them so special. Хорошее предложение, длинное. Давайте еще раз. This week's video is going to be a little bit different. This week's video is going to be a little bit different. Здесь очень трудно услышать слово видео. Его, опять же, приходится додумывать. This week's video is going to be a little bit different. This week's video этой недели видео, то есть видео этой недели, is going to be, будет, is going to be a little bit different. A little bit. Немножечко different. Другим. Немножечко отличающимся от всех остальных. We'll be touring two properties. We'll be touring. We will be touring. Причем он прям говорит we will be. We will be touring two properties. Мы протурируем, да, буквально пройдемся по two properties. Двум объектам, двум собственностям. In two different neighborhoods. In two different neighborhoods. В двух разных neighborhoods. Помните, да, слово neighborhood в Mafia 2 постоянно употребляется? Мы с вами договорились употреблять его как район. Потому что neighborhood это само по себе соседство, да? В смысле географическая локация. Neighborhood. У нас так не говорят. Мы не говорим соседством, мы не говорим окружением. Очень редко можно сказать слово округа. Но вообще район и все. Поэтому in two different neighborhoods. В двух разных районах. And we're going to talk about what makes them so special. And we're going to talk about. И мы собираемся поговорить о what makes them. Что делает их so special. Настолько уникальными. Special. Отличными, да, опять же, специфическими. What makes them. То есть мы собираемся поговорить о том, что делает их особенными. Особенными. This week's video is going to be a little bit different. We'll be touring two properties in two different neighborhoods. And we're going to talk about what makes them so special. First, we're going to Flatiron District to tour an incredible loft space that is meticulously remodeled. First, we're going to Flatiron District. First, we're going to Flatiron District. First. То есть, сперва, we're going to Flatiron District. Мы собираемся, we're going to, мы собираемся отправиться to Flatiron District. В district это как раз вот район, округ. Flatiron это утюг. Если вы хоть сколько-нибудь знакомы с Нью-Йорком, вы знаете, что там стоит вот это то, что называется Iconic Building. Это очень знаменитое здание, которое выполнено в форме такого астроносового объекта. И вот именно у него имя собственное, по сути, это Flatiron. И по его названию, потому что это здание очень старое и очень знаменитое, по нему назвали там целые районы. Когда тур по недвижимости идет в Нью-Йорке, когда он находится рядом с Flatiron, всегда говорят Flatiron District. Я вот уже привык, вот и вы привыкаете, в принципе. Может быть, когда-нибудь приедете туда, будете чувствовать себя как дома. First, we're going to Flatiron District to tour an incredible loft space. Чтобы провести тур по incredible, по-невероятному, loft space. Loft пространство. Что такое loft? Это вот особенные вот эти квартиры. Если вы, кстати, можете объяснить это лучше, чем я, напишите в комментариях, я буду очень рад. Но я представляю себе здание с огромными комнатами, без большого разделения при помощи стен. В общем, с отсутствием стен, где будут скорее колонны, которые все-таки поддерживают здание. Но при этом большое открытое пространство. Вот такое я вкладываю определение в слово loft. И ютуберы по недвижимости в Америке очень часто используют как раз эту формулировку. Потому что loft apartment, то что называется, или просто, как вы видите в названии здесь, loft, входит в пору своей популярности сейчас. И каждая вторая квартира, по сути, на которую я смотрю обзор, в ютубе я очень люблю такие видео, как раз-таки делает своей целью обзор loft. To tour an incredible loft space. Чтобы сделать тур по невероятному loft пространству. That is meticulously remodeled. That is meticulously remodeled. Вот здесь интересно слово meticulous. Meticulously. Тщательно. Очень так скрупулезно. Досконально. That is meticulously remodeled. Которое, то есть это пространство, которое, that is, которое есть meticulously remodeled. Ну, слово to model, это смоделировать. Remodeled, соответственно, что-то вот как-то перестроить, переделать. То есть оно реновировано, что ли, как-то так скажем. That is meticulously remodeled. Которое тщательно обновлено, перестроено. Then we're jumping into east wallet to tour an newly constructed duplex with incredible views. Вот это интересно. Then we're jumping into east village. Then we're jumping into east village. Then we're jumping. Затем мы we're jumping. Мы буквально перепрыгнем. Мы прыгнем. The east village. Во район east village. East village это часть Манхэттена, находящаяся с... Так, сейчас с юго-востока, по-моему, точно. То есть, ну, east, понятно, восточная. Village это деревня-поселение. То есть, это старое его название. East village. В общем-то, за ним так и оставшаяся. Там, по-моему, маленькая Италия как раз располагается. То есть, это исторический район тоже. The east village. To tour an newly constructed duplex. To tour an newly constructed duplex. С тем, чтобы, опять же, да, чтобы сделать тур. To tour an newly constructed newly. Вот заново. Только что, буквально. Ну, мы бы сказали новостройку, да. Вот они говорят newly constructed. Свежепостроены. Newly constructed duplex. Duplex это двухэтажная квартира. То есть, когда у нее два этажа занято, они называют это duplex. And newly constructed duplex. Чтобы сделать тур по новопостроенному duplexу. With incredible views. With incredible views. Ну, вот они, собственно, incredible views. С невероятными видами. With incredible views. As always, we will leave more information about the properties down in the description. As always, we will leave more information about the properties down in the description. Хорошо сказал. As always. Как обычно, we will leave more information. Мы оставим больше информации about the properties. О вот этих собственностях. Down in the description. Down in the description. Внизу в описании. To description. Это вот как раз описание. Down in the description. Нам не то, чтобы сильно важно именно вот это предложение, которое он здесь говорит. Но мало ли, вдруг вы захотите найти именно этот ролик. Посмотреть там что-то в описании. Потому что они пишут подробно. As always. Как всегда. We will leave more information. Мы оставим больше информации about the properties. Down in the description. And before we start our tour, I want to thank Leonard Steinberg and his team for allowing us to tour their amazing listings. Там, как вы поняли, сейчас была благодарность. And before we start the tour, прежде чем мы начнем tour, I want to thank you. И я хотел бы поблагодарить и так далее. Нам это сейчас не будет сильно важно. Не будем разбираться. Давайте пересмотрим весь этот начальный кусок и двинемся дальше. What's up, everybody? It's Enes here. Welcome to another episode. Ever since we started this channel, we've been flooded with comments requesting us to tour some properties in New York City. So, here we are. This week's video is going to be a little bit different. We'll be touring two properties in two different neighborhoods. And we're going to talk about what makes them so special. First, we're going to Flatiron District to tour an incredible loft space that is meticulously remodeled. Then, we're jumping to East Village to tour a newly constructed duplex with incredible views. As always, we will leave more information about the properties down in the description. And before we start our tour, I want to thank Leonard Steinberg and his team for allowing us to tour their amazing listings. Now, let's go to Flatiron District. And now, let's go to Flatiron District. А теперь давайте отправимся в район утюгал Flatiron District. This first property we'll be touring is located in the ladies' mile area of the Flatiron District, which is named after the iconic Flatiron Building. Ну вот, собственно, да, вот он утюг. Давайте еще раз. This first property we'll be touring is... The first property we'll be touring. The first property, первая собственность, will be touring, которую мы будем touring, опять же, да, осматривать. Ну, надо какой-то перевод уже дежурный себе сделать для этого слова, а то иначе мы так и будем в него втыкаться. The first property will be touring, первая собственность, которую мы посмотрим. Is located in the ladies' mile area. Is located in the ladies' mile area. И здесь вот он очень хорошо сделал, что он вставил эту табличку, здесь написано, видите, ladies' mile historic district, исторический район ladies' mile. Я не знал о его существовании, и я бы уперся на самом деле, если бы он не поставил картинку. Is located. То есть, первая собственность, которую мы будем смотреть, is located, размещена. Is located, да, располагается in the ladies' mile. Is located in the ladies' mile area. В местности ladies' mile area. This first property we'll be touring is located in the ladies' mile area of the flat iron district. In the ladies' mile area, в местности ladies' mile of the flat iron district. Района flat iron. Which is named after the iconic flat iron building. Which is named after the iconic flat iron building. Which is named after. To be named after something, это вот назвать в честь чего-то, быть, вернее, названным в честь чего-то. Очень хорошая конструкция, тоже запоминайте. Which is named after. Которая названа after, как бы за, после, да, следом, да. То есть, названа в честь the iconic flat iron building. Iconic. Вот знакового. Как еще перевести? Вот возьмите себе это слово просто на вооружение. Я иногда в русском языке использую слово iconic, когда я просто не могу подобрать синоним. То есть, когда что-то настолько знаковое, настолько важное для вот конкретного места. То есть, то, с чем находится куча ассоциаций, это вот и есть iconic. В данном случае, iconic flat iron building. Иконический, да, буквально. Ну, вот, здание, ставшее иконой, по сути. Iconic flat iron building. Здание утюг. Minutes away from Madison Square Park and Union Square Park. This property is surrounded by a neighborhood that has a rich history with buildings that have stood for well over a century. Хорошее предложение, опять длинное. Он хорошо разговаривает, на самом деле, весьма приятно. Minutes away from Madison Square Park. Minutes away from Madison Square Park. Minutes away, вообще, да. Minutes away. Минуты away. Прочее. То есть, в минутах от чего? Madison Square Park. В минутах, буквально, от Madison Square Park. Minutes away from Madison Square Park. Minutes away from Madison Square Park and Union Square Park. And Union Square Park. И от Union Square Park, не помню, как он называется на русском языке, возможно, у него есть буквальный какой-то перевод особенный, но, в общем, Union Square Park, здесь вот показывают картинки. This property is surrounded by a neighborhood that... This property surrounded by a neighborhood. This property, это собственность, этот объект surrounded, окружен by a neighborhood, соседством, районом окружен. It has a rich history with buildings that have stood for well over a century. The property is surrounded by a neighborhood that has a rich history with buildings that have stood for well over a century. Вот так он сказал. То есть, the property is surrounded by a neighborhood, значит, район окружен соседством, that has a rich history, у которого есть, that has rich history, богатая история, with buildings с, 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 buildings с постройками, that have stood, которые стояли, то есть, которые уже простояли, that have stood for well over a century. Вот, well over a century. Вот, well over, хорошая конструкция здесь, это for well over a century, свыше века. For well over a century. Если целиком перевести, то там образуется район с богатой историей и зданиями, которые простояли значительно больше века. Да, еще раз. Minutes away from Madison Square Park and Union Square Park, this property is surrounded by a neighborhood that has a rich history with buildings that have stood for well over a century. The property itself is a full-floor loft, located at 6th West 20th Street, that has been gut-renovated with exquisite finishes. The property itself is a full-floor loft, the property itself, itself, конструкция, сам по себе, да, сама, the property itself, собственность сама, то есть, объект сам по себе, сам объект, is a full-floor loft, full-floor loft, это лофт на full-floor, на весь этаж, full-floor loft, лофт, занимающий весь этаж. Located at 6th West 20th Street, located at 6th West 20th Street, located, расположенный на 6th West 20th Street, 20th Street, 20th Street, ну, там у них, конечно, на Манхэттене очень сложная система номеровки улиц, слишком их. That has been gut-renovated with exquisite finishes. That has been gut-renovated, that has been gut-renovated with the exquisite finishes. That has been gut-renovated, которая была re-renovated в данном случае, да там он говорил, meticulously remodeled, а здесь, that has been gut-renovated, которая была обновлена, re-renovated with the exquisite finishes. Exquisite finishes. Finishes это что-то вроде отделки, вот, то, что называется, ну, сам корень, да, finishes, заканчивания буквально, да, до отделки, вот какая-то, какой-то декор, я не знаю, with the exquisite finishes получается еще, с изысканной отделкой, которая была обновлена, то есть лофт, который был обновлен, с изысканной отделкой совершенно. This loft has three bedrooms, three full baths, one half bath, forty-one hundred square feet of interior space with an asking price of nine million dollars. Угу. This loft has three bedrooms. This loft has three bedrooms. This loft, этот loft has, имеет three bedrooms. Три спальни. Вы знаете, наверное, вы знаете, вы знаете, наверное, а если не знаете, то я вам расскажу, что в англоязычном мире квартиры считаются по количеству, у нас трехкомнатная, а у них это будет three bedrooms, то есть комнаты, которые могут использоваться как спальни. This loft has three bedrooms. В этом лофте есть три спальни, трехкомнатные. Three full baths. Three full baths. One half bath. Одна полуванна, то есть это где, собственно говоря, есть только уборная, то есть нет самого места, где мыться, да, где душа нет, а есть только туалет. Fourty-one hundred square feet of interior space. Fourty-one hundred square feet of interior space. Он прожевывает здесь, это interior space. Fourty-one square feet, кстати, обратите внимание, да, вот три с половиной ванны написали, да, благодаря этому, что three full and one half. Далее. Fourty-one hundred square feet of interior space. Сорок одна сотня. Fourty-one hundred. Вот когда вы хотите сказать какое-то четырехзначное число на английском, которое заканчивается двумя нулями, не вздумайте говорить four thousand and a one hundred. Это просто вот как вот в школе научили, на вас посмотрят, так слушают, что вообще. Fourty-one hundred. Сорок одна сотня, да. То есть четыре тысячи сто для них, это fourty-one hundred square feet. Square, квадратных feet, футов. Вы опять же знаете, что площадь меряется футами. Fourty-one hundred square feet. Четыре тысячи сто квадратных футов of interior space. Interior. Есть exterior, то есть внешний, а есть interior, внутренний. То есть внутреннего space, пространства. Fourty-one hundred square feet of interior space. Четыре тысячи сто квадратных футов внутреннего пространства, то есть площадью буквально. With an asking price of nine million dollars. With an asking price of nine million dollars. With an asking price. With an asking price. Запрашиваем ценой. With an asking price. С запрашиваемой ценой of nine million dollars. В размере девяти миллионов долларов. This loft has three bedrooms, three full baths, one half bath. Fourty-one hundred square feet of interior space. With an asking price of nine million dollars. All right, everyone. From the elevator, you access straight to your full floor loft unit. And the first room in front of us is the living room area. Nice and spacious. We have a really minimalist furniture here. 12-foot high ceilings. Beam details. Recess lights. Built-in speakers. And I really like how they dress this exposed steel column here. With all these LED lighting on the bottom and on the top. Длинная конструкция. Очень давайте разбираться. All right, everyone. From the elevator, you access straight to your full floor loft unit. All right, everyone. All right, everyone. All right, everyone. И так, опять же, да. Ну, хорошо, да. И так, друзья, да. All right, everyone. From the elevator, you access straight to your... From the elevator, you access... From the elevator, с лифта. From the elevator, you access... Вы, вот, to access... Вы достигаете буквально, да. Вы попадаете, you access straight to your... Прямо в ваш... Straight to your... Вот прямо в ваш... Full floor loft unit. Straight to your full floor loft unit. Straight to your... Прямо в ваш full floor. Полный этажный, да. Loft unit. Loft. Единицу недвижимости, да. Вот попадаете в свою квартиру. And the first room in front of us... And the first room in front of us... And the first room... И первая комната in front of us... Перед нами... Is the living room area. Is the living room area. The living room. Вот буквально жилая комната. The living room по-английски... По-нашему это что-то вроде гостиная, да. Is the living room area. Это гостиная area. Опять же, площадь, местность. Nice and spacious. We have a really minimalist furniture here. Nice and spacious. Nice, приятная, да. And spacious. Space, пространство spacious, значит, просторное. Nice and spacious. Очень приятное и просторное. We have really minimalist. The living room area. Nice and spacious. We have a really minimalist furniture here. Да, we have the really minimalist furniture here. We have... Мы имеем... У нас тут есть, да. The really minimalist. Действительно минималистичное. Furniture. Обстановка. Фурнитура. Here. Здесь. 12 foot high ceilings. 12 foot. 12 foot в высоту. High ceilings. Ceilings это потолок. 12-футовые потолки. Beam details. Beam details. Beam это балки. Мы с вами, по-моему, когда переводили вулфа с английского, да, читали эпохальное чтение. Если вы не видели, обязательно загляните туда. Там как раз было слово beam. Это балка. Здесь вот видно, что beam details. Весь потолок, видите, проложен этими балками. Потому что вообще все эти лофты это реновированные и переоборудованные для жилья. Индустриальные какие-то здания. Сейчас это почему-то очень модно. Люди хотят много пространства. Ну, почему бы не дать им старые здания, которые, собственно, еще хорошо стоят. И при этом в них уже никто так не работает, как раньше. Вот, пожалуйста. Beam details. Балочные вот эти детали. Recessed lights, built-in speakers. Recessed lights, built-in speakers. Recessed lights. Что такое recessed lights? Как бы это объяснить? Короче, вот видите, что на потолке там у него сделано, да? Там есть такое пространство, которое от самого потолка физически немножко отделено. Что-то вроде подвесного потолка, да? И вот там внутри есть вот этот самый свет. И этот свет падает вот так, получается. А не во все стороны. И вот это вот называется recessed lights. Потому что само слово recessed это вот встроенный куда-то. Recessed lights. Встроенный свет. Built-in speakers. Built-in speakers. Опять же, built-in встроенные. Speakers. Говорители. Ну, то есть, это что? Это... Speakers это колонки на самом деле. Built-in встроенные, да? То есть, то, что называется звук Dolby Surround. Но я, правда, не понимаю, где он здесь вообще видит его. Но ему виднее, потому что он все-таки делает туры по недвижимости. Если вы видите, то скажите в комментариях, где я пересмотрю. Built-in speakers. Встроенные колонки. Really like how they dressed this exposed steel column here. Он говорит, and I really like how they dressed this exposed steel column here. And I really like how. И мне действительно нравится, как they dressed, как они... To dress это одеваться, да? They dressed, как вот они одели this exposed steel. Вот эту exposed steel. Steel это сталь, а exposed это открытый, буквально не закрытый. Опять же, пригодится это слово в этом видео. Exposed steel, вот буквально из открытой стали. Column, колонну here, здесь. Мне реально нравится, как они здесь одели эту колонну с открытой сталью. With all these LED lighting on the bottom and on the top. With all this LED lighting on the bottom and on the top. With all this, со всем этим LED lighting, LED освещением, at the bottom and on the top. Exposed steel column here. With all these LED lighting on the bottom and on the top. Нет, on the bottom and on the top. Снизу и сверху. Coming this way, we have the north-facing windows, bringing a ton of natural light in. Not to mention, this unit has 50 feet of frontage, which is amazing. Хорошо. Coming this way, we have the... Coming this way, идя в эту сторону, да, coming this way, обращаясь сюда, we... We have the north-facing windows. Coming this way, we have the north-facing windows. North-север, facing, вот направляющиеся, буквально уставившиеся, досмотрящие. North-facing windows, северные окна. То есть, с этой стороны мы видим, we have, у нас есть, вернее, северные окна. On the bottom and on the top. Coming this way, we have the north-facing windows, bringing a ton of natural light in. Bringing a ton of natural light in. Bringing, вносящий ton of natural light, буквально тонну natural, природного естественного light, света, in, внутрь. Bringing a ton of natural light in. Не упоминая уж о том, не говоря уж о том, this unit, что этот unit, have, ну, что в этой квартире есть. 50 feet of frontage. 50 foot of frontage. Передние стороны, frontage. Фасад, по-русски, будет. 50 feet of frontage. У него 50-футовый фасад, не говоря уже об этом. Which is amazing. Which is amazing. И это, то есть, что есть, amazing. Невероятно. То есть, и это невероятно. Давайте еще раз все посмотрим, все то, что было от момента, как он зашел в квартиру. All right, everyone. From the elevator, you access straight to your full-floor lofty unit. And the first room in front of us is the living room area. Nice and spacious. We have a really minimalist furniture here. 12-foot-eye ceilings. Beam details. Recess lights. Built-in speakers. And I really like how they dress this exposed steel column here. With all these LED lighting on the bottom and on the top. Coming this way, we have the north-facing windows. Those bringing a ton of natural light in, not to mention this, unit has 50 feet of frontage, which is amazing. And we have the automatic shades and curtains. And we have the automatic shades and curtains. And we have, и у нас есть the automatic shades, автоматические жалюзи, shades and curtains. И шторы еще здесь вот есть. And going this way, we have this paneled wall right here. And going this way, опять, это у него такая уже более-менее шаблонная фраза. And going this way, а идя в эту сторону, we have this paneled wall right here. У нас здесь есть вот это paneled wall. Панелями покрытая wall. Стена right here. Прямо тут. With a linear gas fireplace. With a linear gas fireplace. With a linear gas fireplace. Gas fireplace. Fireplace это камин. Gas fireplace это газовый камин, да. А linear gas fireplace, linear в смысле, что он вот такой вот вытянутый, линейный, да. Ну, потому что он внизу находится, видите, да, его форму. With a linear gas fireplace. And we're actually not done with the living room area. And we're actually not done with the living room area. And we actually, и мы на самом деле, not done, еще не закончили. With the living room area. С гостиной вот этой вот местностью, да, с зоной гостиной. If you go through this door, если ты, если ты проходишь через эти двери, If you go through this door, we have a really cool den slash office space. Очень хорошо. We have a really cool den slash office space. We have a really cool, у нас есть тут очень крутое, den slash office space. Den это какое-то пристанище, какая-то берлога, какая-то вот каюта вот такая. Или, с другой стороны, вот можно кабинет назвать словом den. Очень редко такое бывает. Я видел это, наверное, сегодня один раз в жизни. We have a really cool den slash office space. Короче, такое берложное, через черточку офисное место, своего рода такой стайный кабинет. We have a really cool den slash office space, which is amazing. Опять же, which is amazing. On this side we have the built-in desk setup. On this side we have a built-in desk setup. Опять built-in, да, встроенный. On this side, с этой стороны, we have a built-in, мы имеем встроенный desk setup. Вот, рабочий стол, desk, setup. Вот, как это объяснить на русском? В общем, установка для рабочего стола и пространства вот так. Built-in desk setup. Что тут, как бы, setup, это одно слово буквально. We have a built-in desk setup. A window bringing natural light in. Опять, снова, да, уже похоже в конструкции. A window, окно, bringing, вносящее natural light, природный свет, in. Естественный свет внутрь, да. Floor and wall mount. Floor and wall mount. Интересно. Floor and wall mount. Floor, пол, да, wall, стена. Что такое mount? Mount, это крепление. Floor and wall mount. Крепление на полу и стене. И дальше надо слушать. Bookshelf design right here. Bookshelf design right here. Floor and wall mount. Bookshelf design right here. То есть, крепленную к полу и стене bookshelf, книжную полку, дизайн. Дизайн книжной полки right here, прямо здесь. То есть, полку, которая прикреплена к полу и стене, прямо здесь. Which gives that industrial touch, да. Или that gives. Floor and wall mount. Bookshelf design right here that gives that industrial touch. That gives that industrial touch. That gives. Которая дает that industrial touch. Эту индустриальную touch. В данном случае это вот какую-то нотку, да. Ну, или можно, например, перевести касание. Такое, имеется в виду, что вот ощущение, да. Вас немножко задевает вот этот индустриальный дух. That gives that industrial touch. Которая дает вот этот индустриальный привкус. And actually right behind the bookshelf we have the famous New York City exposed break. In this case it's painted white. And Mikey, let's get a close-up here. Так. And actually right behind the bookshelf. And actually right behind the bookshelf. And actually, и на самом деле right behind, прямо позади the bookshelf, книжной полки. We have the famous New York City exposed break. We have the famous New York City exposed break. We have. У нас есть the famous, знаменитый New York City exposed break. Нью-йоркский открытый кирпич. Здесь опять же надо целую кучу таких роликов пересмотреть. Потому что почти в каждом юнити, который они обозревают вот из старых зданий, где, собственно говоря, выступает этот кирпич, они всегда упоминают о нем. Что-то famous New York City exposed break. Видимо, какая-то фишка именно конструкции большинства зданий в Нью-Йорке. Это открытый кирпич exposed break. Ну вот здесь его видно. In this case it's painted white. In this case, в данном случае, in this case, в этом случае, it's painted white. Он окрашен. It's painted to paint. Это красить, да? It's painted. Он окрашен white, белым. Он покрашен в белое. And Mikey, let's get a close-up here. And Mikey, let's get a close-up here. И Mikey, Mikey это его оператор, он к нему тут обращается пару раз. Let's make a close-up here. Let's make it close. Давай-ка сделаем это поближе. Up here. Прямо, прямо, close-up. Вернее, приблизим. Close-up here. Сюда. Приблизим сюда. То есть сосредоточимся на этом месте. Check this out. To check this out. Чтобы заценить вот это. To check something out. Помните, вы уже много раз использовали это. Заценить что-то, да? Обратите внимание. Built-in bunk beds. We have one right here, one above. Built-in bunk beds. Built-in опять. Встроенный bunk beds. Помните, банк в зеленой миле. Вот эти кушетки, койки. Собственно говоря, вот они. Built-in bunk beds. Встроенные вот такие койки. Check this out. Built-in bunk beds. We have one right here, one above. We have one right here, one above. We have. У нас есть one right here. Одна прямо здесь. One above. Одна сверху. То есть сверху вторая еще. Great convenience. Great convenience. Когда говорят, что что-то удобно и при этом целесообразно, то говорят it's very convenient. Это очень удобно. И получается great convenience. Такое великолепное большое удобство. Друзья, давайте пересмотрим сейчас весь ролик. Я думаю, хватит на этом действительно мучить Юл Майзера. Он говорит очень много в единицу времени. И вот за 2 минуты 28 секунд мы тут столько напереводили, что уже хронометраж просто превышает. Поэтому давайте пересматривать. What's up, everybody? It's Enes here. Welcome to another episode. Ever since we started this channel, we've been flooded with comments requesting us to tour some properties in New York City. So, here we are. This week's video is going to be a little bit different. We'll be touring two properties in two different neighborhoods, and we're going to talk about what makes them so special. First, we're going to Flatiron District to tour an incredible loft space that is meticulously remodeled. Then, we're jumping to East Village to tour a newly constructed duplex with incredible views. As always, we will leave more information about the properties down in the description. And before we start our tour, I want to thank Leonard Steinberg and his team for allowing us to tour their amazing listings. Now, let's go to Flatiron District. This first property we'll be touring is located in the Ladies Mile area of the Flatiron District, which is named after the iconic Flatiron building. Minutes away from Madison Square Park and Union Square Park, this property is surrounded by a neighborhood that has a rich history with buildings that have stood for well over a century. The property itself is a full-floor loft located at 6 West 20th Street that has been gut-renovated with exquisite finishes. This loft has three bedrooms, three full baths, one half bath, 4,100 square feet of interior space with an asking price of $9 million. All right, everyone, from the elevator, you access straight to your full-floor lofty unit. And the first room in front of us is the living room area. Nice and spacious. We have a really minimalist furniture here, 12-foot-high ceilings, beam details, recessed lights, built-in speakers, and I really like how they dress this exposed steel column here with all these LED lighting on the bottom and on the top. Coming this way, we have the north-facing windows bringing a ton of natural light in, not to mention this unit has 50 feet of frontage, which is amazing. And we have the automatic shades and curtains. And going this way, we have this paneled wall right here with the linear gas fireplace. And we're actually not done with the living room area. If you go through the store, we have a really cool den slash office space, which is amazing. On this side, we have the built-in desk setup, window bringing natural light in, floor and wall mount, bookshelf design right here that gives that industrial touch. And actually right behind the bookshelf, we have the famous New York City exposed brick. In this case, it's painted white. And Mikey, let's get a close-up here. Check this out. Built-in bunk beds. We have one right here, one above. Great convenience. Вот так, друзья. Такое получилось видео. Напоминаю вам, что для разбора таких больших пространств временных мы устроим скоро лайвстримы. И скорость их появления зависит от вас, потому что я собираюсь начать их после достижения отметки в 1000 подписчиков. Поэтому распространяйте информацию об этом канале на всех, кто, по вашему мнению, тоже хочет учить английский язык. Нам здесь люди не лишние. Друзья, спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам идея слушать английскую речь от не-нейтив спикера, но при этом, в принципе, носителя языка. Я, возможно, буду находить другие варианты. Может быть, с дефектами речи, может быть, собственно говоря, с какими-то именно иностранными вкраплениями, как вот в данном случае, потому что Елмейзер явно турок, видимо, по происхождению, судя по его имени. И вот он имеет совершенно особый акцент, то есть, который отличается и от русского акцента, и от большинства европейских, поэтому его послушать было, как мне кажется, весьма интересно. Поэтому, друзья, еще раз спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии, увидимся там и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok